Привет, партнеры! С вами Александр Комаев. Попросили показать, как я получаю свои прогнозы. Не знаю зачем. Для начала показываю, что такое наша компания на сегодняшний день. Наша компания Impact Crowd Technology. Вот ее название. В переводе звучит как технология влияния масс. Технология воздействия масс. Основная цель компании – борьба за цифровое равенство. Вы об этом уже не один раз слышали на презентациях Сергея и так далее. Для того, чтобы делать какие-либо прогнозы, нужно иметь некоторые данные. Когда я прогнозирую наши возможности получения доходов от внешних игровых порталов, от сторонних организаций, в уменьши я иду обычным образом в поисковик, забиваю простую фразу «доходы рынка игр онлайн». Мне тут 11 миллионов результатов выданных. Я могу, конечно, перелопатить все, если хватит, не знаю чего. Но меня в свое время заинтересовал вот этот глобальный обзор игровой индустрии. Тренды, инсайты и так далее. Выходим на этот сервис. Видим, тут много чего написано. Но меня интересуют итоги. Берем эти итоги. Делаем из них слайд. Кроме этих данных, это данные 17, 18, 19, 20 год, 21 год. Ну, вот это уже прогнозы. Так же, как и я, буду строить свои прогнозы. Примерно как-то аналогично строятся и прогнозы всех этих сайтов. Только из всего. Они для своих прогнозов используют какие-то свои данные. А я их данные беру, дополняю своими данными и строю прогнозы моих доходов. Ну и доходов моих партнеров от игровых порталов. Получаем. Что мы тут видим? Мы видим, что доход онлайн игр за 20-й год составит 166 миллиардов долларов. За месяц делим на 12. Получаем, что за месяц доходы игрового бизнеса составят примерно 13 миллиардов долларов. Если наши игровые компании-партнеры Крауд 1 в совокупности немного меньше 2% рынка игровой индустрии занимают, компания получит 100 миллионов евро. Это доход от внешних партнеров компании. Из них 20 миллионов идут компании, 40 миллионов в пул ежеквартальных выплат по правам владения и 40 миллионов в пулы ежемесячных выплат партнерского дохода участникам Крауд 1, заработавшим на приглашениях по бинару 50 евро и более. В таких пулах 18, стало быть, в каждый пул подпало по 2 миллиона 222 тысячи, 222 и 22 сотых евро. Эти деньги в пулах просто делятся на количество участников в каждом пуле. Вот и все. Дальше, конечно, нам надо вычислить, чтобы вот конкретно получить, что лично я, партнеры, будут иметь. Нужно знать количество участников в каждом пуле. Это, в принципе, не так уж сложно оценить. Вычислить невозможно, а оценить не так уж и сложно. На примере моей группы. Она у меня маленькая, поэтому ее можно проследить почти до 100% точности. Я знаю, что у меня в группе 6 человек получили по бинару более 50 евро. А всего группа составляет точно больше 65 человек. И, вероятнее всего, никак не больше 93. То есть, примерно от 9 до 6% моей группы заработали по бинару более 50 евро. Вот что мы знаем. Дальше мы делаем предположение. Кстати, совершенно точно. В принципе, число людей, заработавших по бинару от 50 евро и больше в компании в целом, никак не может превысить 14% общего числа участников краудаги. Это тоже достаточно просто вычисляется вот это. Я не буду показывать как. Кто понимает, тот понимает. А кто не понимает, мне будет очень сложно объяснить. И тогда, предполагая, что все-таки моя группа не самая активная и так далее, мы можем заключить, что в компании число людей, заработавших от 50 евро и выше, не превышает 10% общего количества участников краудаги. А дальше мы знаем, что в краудаги будет, вероятнее всего, порядка 3 миллионов партнеров. Сейчас 2,6, а к моменту выплат, которые, видимо, придутся на начало мая, будет где-то 3 с копейками миллиона. Если у нас 3 миллиона, число участников, заработавших 50 и более денег, 300 тысяч, 10% легко вычислить. Поэтому я остановился на этой цикле. Сколько участников попадут во второй путь? Для этого им по бинару нужно заработать вдвое больше, 100 евро и более. Предполагаем, что вдвое больше заработает вдвое меньшее количество людей. Тогда во втором пуль будет 150 тысяч. А в третьем 250 нужно заработать. Это в 2,5 раза больше. Значит, их в 2,5 раза меньше. 60. И так далее. В четвертом пуле 30 тысяч. В пятом, соответственно, 15. И в шестом 6 тысяч участников краудодинок. В каждом пуле по 2 миллиона 222 тысячи 222 и 22 сотых евро. Поэтому люди, достигшие первого уровня, получат 7,4 евро. Каждый человек, который достиг только первого уровня, получит 7,4 десяток евро. И если он никуда дальше не двинется на этот франк, то он так 7,4 евро будет получать из месяца в месяц. На самом деле не совсем так. Потому что из месяца в месяц охват рынка компаний будет увеличиваться. Как будет соотноситься число партнеров, заработавших 50 евро и больше, как это число партнеров будет увеличиваться со временем. И как будет увеличиваться охват рынка со временем. Каковы эти соотношения? Мы не знаем. Когда мы получим вторую выплату, третью, тогда у меня появятся хоть какие-то реперные точки, для того, чтобы строить прогноз увеличения доходов с течением времени. Пока таких нет. Значит, пока мы говорим вот о первых доходах. Те, кто заработал 100 евро и более, их 150 тысяч, они получат 14,81 из второго пула, но они же получат и 7,40 из первого пула. В совокупности 22 и 21 евро. Эти люди получат за первый же месяц выплаты пассивного дохода от сторонних организаций. Аналогично те, кто достиг третьего уровня, получат уже 59,23. Четвертого 133,3 и так далее. Шестой, почему шестой? Да просто потому, что на картинке плохо поместится большее количество уровней, плохо будет видно и так далее. Но общий принцип вы, надо полагать, уже понимаете. Поэтому я не стал рисовать все 18 уровней и считать все 18 уровней. Все это мы получили в предположении, что компания в апреле-майе охватит меньше 2% рынка игр онлайн. И общее количество участников компании, то есть нас с вами примерно 3 миллиона человек. Сейчас у нас 2,6 миллиона человек. Поэтому это вполне реальные предположения. Через пару месяцев в кабинетах будут начислены партнерские доходы. И сравнив эти доходы с данным прогнозом, можно будет выяснить охват рынка онлайн игр компании. Ну и как я говорил, выплаты еще через месяц позволят оценить рост охвата рынка онлайн игр компании. И в первом приближении, ближайшие перспективы роста наших партнерских доходов от компаний-партнеров Кралдадин. Вот как-то так можно прогнозировать свои будущие доходы в компании. На этом я закончу. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камай. Всем пока.